Антон Напцок – инвалид по слуху, но это не мешает ему вести активный и здоровый образ жизни. Большую часть своих 27 лет парень занимается спортом. Раньше бегал на лыжах, а с недавних пор увлекся волейболом. Тренируется в секции клуба «Одинец» и подает большие надежды. Самое интересное, что его привела на секцию мама. Они ходят и мама, и, получается, и сын. Он лыжник. И мама говорит, пойдем, я вот хожу на волейбол, пойдем со мной на волейбол. Он пришел, и если раньше у него какие-то моменты не получилось, с каждой тренировкой, почти с каждой тренировкой у него становится лучше, 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 лучше. Я говорю, я ращу лидера в команду. Помимо Антона, в волейбольной секции для глухих и слабослышащих занимается еще 9 человек. Несмотря на разность полов, возрастов и физической подготовки игроков, это настоящая слаженная команда, где каждый готов прийти на помощь, показать и подсказать. Я им рассказываю, какие у них ошибки, и они, еще каждый следит за своим товарищем, говорят, так ты же неправильно сделал. Отворачиваются и начинают друг с другом на своем языке общаться и показывать, что неправильно сделал, как тренер объяснил. То есть они друг друга поддерживают и помогают. Волейбол для слабослышащих людей не просто развлечение, а противостояние недугу. Командный спорт повышает у подопечных клуба уровень пространственной ориентации, улучшает координацию, равновесие, развивает силовые, скоростные особенности и выносливость. Игроки с тугоухостью практически ничем не отличаются от других, нужно только правильно подобрать способ коммуникации. У меня есть люди, которые могут немножечко говорить и понимают язык глухих. И они переводят, плюс мне часто приходится показывать, очень явно показывать, чтобы они поняли меня. И мы уже с ними выработали свой язык жестов, когда я им показываю, они уже меня понимают, что я от них хочу. В физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» волейбол – сравнительно молодая дисциплина. К занятиям приступили всего четыре месяца назад, но за это время слабослышащие волейболисты сумели достичь заметных результатов. Команда уже приняла участие в районных соревнованиях и взяла на них бронзу. Сегодня главная цель игроков и тренера – спартакиада инвалидов Московской области, которая пройдет с 26 по 28 мая. Когда есть у команды цель, они горят, они понимают, ради чего они приходят. Не просто поиграть, не просто попинать. И мы хотим такое организовать волейбол, чтобы он был похож не на дворовый, а на более профессиональный. И ребята понимают это, и они к этому идут, и они заряжены. Волейбольная секция – всего лишь одно из множества физкультурно-оздоровительных направлений клуба. О других дисциплинах, истории создания и выдающихся спортсменах «Одинца» смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова